Особое мнение на 101FM Я ощущаю это прямо в своей голове с утра Которая лучше любых синоптиков предсказывает погоду Июльские такие перипетии погодные Они продолжаются, так что будьте внимательны Но я бы так сказал Образно выражаясь, тоже неспокойно Было штормило в конце прошлой недели Когда Именно романом В достаточно жесткой форме Были высказаны претензии В адрес застройщика трех новых школ В областном центре Я тоже сравнил эту ситуацию с неким таким штормом Почему роман именно Точка кипения уже Достаточно существенная возникла Уже все невозможно терпеть Я думаю, что многие уже видели, почитали Эти материалы, но это все совпало И доклад о работе Кировского правительства губернатора Александра Валентиновича Соколова Вечером стало известно в четверг о том, что Контракты с застройщиком Расторгнут Почему именно сейчас это произошло, почему не произошло это раньше Потому что эти претензии, как снежный ком, они накапливались Мое мнение, конечно Поближе немножко микрофон Мое мнение, что накипело уже давным-давно Давайте вспомним вообще, как все начиналось То есть 2021 год Конец второй половины 2021 года Правительство Кировской области находится в состоянии Жесточайшего конфликта с застройщиками Когда никому практически не дают разрешения на строительство жилья Застройщики судятся Пытаются достучаться до серого дома И одним из способов достучаться до них в том числе Стал отказ от заявления на аукционы На конкурсные процедуры по строительству школ На которые деньги выделила федерация Напомню Тогда Строители саботировали не только вот эти конкурсы Саботировали неправильное слово Потому что они делали то, что должны были делать И они доказывали свою правоту Вот такой метод избрали Да, такой метод на конкурсы Последовательно Вначале там на одну школу Потом еще на две И потом еще на одну Зашла никому Ну, нельзя сказать, что неизвестная Но ранее незамеченная в крупном строительстве Компания Monolith Которая незадолго до этого сменила своих собственников Она работала ранее на кировском рынке Никогда не отличалась большими объемами И, собственно говоря, бах И заходит на эти самые серьезные объекты Сегодня уже понятно И я это могу Совершенно объективно говорить Что к этой строительной компании Имеет абсолютно прямое отношение Бывший представитель правительства Кировской области Александр Анатольевич Чурин Мне сложно судить Я тогда находился в полнейшей оппозиции Как господину Чурину Так и региональной власти Мне сложно судить Как они вообще зашли на эти конкурсы Либо под Monolith эти конкурсы были подведены И никто не зашел Либо, как говорят сами строители Они не пошли на эти конкурсы И была вынуждена взять компания Чурин Но так или иначе Средства почти 4 миллиарда рублей В виде контрактов Оказались заведены на организацию В которой практически ничего не было Можно в открытых источниках посмотреть Их среднеспечную численность Насколько я помню В штате это было всего несколько человек Да, полтора землекопа, грубо говоря Стол, стул и небольшой став на капитал Компанию очень быстро накачали И подтянули к требованиям СРОшным под строительство этих школ С самого начала Вот сейчас перелистывал канал Строим Киров Не в качестве рекламы А частенько читают Ну мы понимаем Наверное самое популярное сообщество Из которого можно узнавать О строительных инициативах И там буквально в самом начале Как только эти контракты пошли Там было сразу написано Ну все, ждем следственный комитет И прочее, прочее Пришлось подождать там два года То есть строительство школ началось В начале 22 года Но разрешение на строительство И заключение положительное По проектной смене документации Были получены сильно позже Начала строительства Вначале все все отрицали Говорили, что мы там ведем Значит, подготовки каких-то котлованов Там еще что-то Потом уже, когда, извините Из котлована вышли на первый этаж Стало понятно, что он просто Строит люди без разрешения Без документов, без всего Потому что можно Потому что власть прежнее Мое мнение прикрывала эту компанию А попытки обратиться В те же самые правоохранительные органы Они тогда предпринимались? Были публикации в СМИ А попытки стали возможны Собственно говоря, после того Как в регионе сменилась власть Так это или нет Но говорят, что в день, когда Президент назначил в Киевскую область Александра Соколова Временно исполнить обязанности губернатора 10 мая 22-го года Один очень высокопоставленный чиновник Хватался за голову в коридорах Серого дома, ломал руки и говорил Что, блин, я попал со школы И действительно Заводить пустую компанию Которая сама ничего не способна сделать И все отдает на суд подряд На школы Причем в ситуации, когда Сроки затягиваются, когда растут цены на стройматериал Все это можно делать Только если Есть постоянная поддержка И подпитка во власти Этой подпитки и поддержки Не стало А что поддерживает То есть Застройщик явно показывает Что не может справиться Со взятыми на себя обязательствами Нынешней команде Понадобилось определенное время Для того, чтобы Разобраться с ситуацией Привести определенную ревизию И даже некоторое время К сожалению Пойти на поводу У этого застройщика Хотя большинство строителей Экспертов С кем мне довелось общаться Было понятно, что Школы эти не сдать Не в этом году И эта компания Вероятностью не сдала бы их в следующем Изначально сроки конечные были По сдаче Это конец 22-го года Да Сейчас срок Год начала строительства Срок был, по-моему, на август Перенесен этого года Очевидно, что Наибольшая готовность у школы Которая в районе Находится в районе ипподрома Две остальные школы Они, собственно говоря Ну, так вот Невысокая степень готовности А школа в Ганине Мы знаем Ее обнулили Она была изначально в этом лоте И вместо нее будет строиться Там школа в Шевелях То есть Было понятно, что Застройщик не справляется И даже он С самого начала Занял какую-то На мой взгляд Несильно конструктивную позицию То есть То они молчали И говорили, что у нас все нормально Все нормально Потом вдруг Начали размещать публикации О том, что Вот нам эти мешают Эти мешают Сегодня это просто Вал публикации Все мешают В качестве экспертов Там, значит Бывший министр строительства Селезнев Который, значит Говорит, что Вот тут обманули нас Значит, там Вода тут течет Прочее, прочее Слушайте, ну Сказки-то рассказывайте Кому угодно Если вы сами Приняли для себя Решение Заходить на объекты Не имея Положительного заключения ПСД Не имея Там каких-то Изысканий И всего прочего На кого вы пеняете Это было ваше решение Зайти на эти объекты Вы сами Там, собственно говоря На ваших глазах Все происходило Короче Еще прошлой зимой Можно и нужно было Эти контракты Расторгать Уже было понятно Что ничего хорошего Не выйдет Но сегодня Когда началась Фактически война На мой взгляд Монолита И с правительством И с депутатами Законсобраний И вот идет какая-то В СМИ размещается Одна за одной Публикации Обвиняющие всех Кого угодно В том, что Объекты не строятся Информационная Информационная война Конечно, да А сейчас, видимо Юридическая Начнется война На мой взгляд Расторгаться Просто надо было Необходимо Ну чего тянуть Чем раньше Мы признаем Что Монолит Эти объекты Не доведет В нужные сроки Тем быстрее Мы перейдем К поиску Нового подрядчика К ревизии Этих объектов Понимание того Что сделано Что осталось Тем быстрее Мы сможем найти Дополнительные средства На то, чтобы Эти объекты Достроить Мне вот кажется И очевидно даже Что в рамках Средств Присмотреть к контрактам Это уже Сделать невозможно Потому что каждый день От срочки сдачи То есть мы понимаем В плановые сроки сдачи Были одни цены На стройматериалы Сегодня это уже Другие цены В новые сроки сдачи Это будут уже Третьи цены Совершенно Это все отразится На стоимости Объектов И вот лучше Быстрее перейти К решению Всех этих проблем Чем и дальше Слушать объяснение Почему все не может Быть сделано вовремя То там кран упал У них То там подводная река Подземная река Какая-то Открылась Тогда широкой общественной Стало известно Что это тоже Один из субподрядчиков Собственно Пермский Пермская компания была Потому что По моей информации У Монолита Нету необходимого Количества людей Не по моей информации Открывайте сайт Налоговой службы Смотрите Среднесписчикную Численность работников Видите Что как бы Явно не хватает Даже на один объект Вот Ну не получается Вы честно признаете Если вы этого Не признаете У власти есть Только один способ Решения проблемы Это расторгать контракт Совершенно законный способ Что сейчас будет Ну предположу Что стороны видят Ситуацию Несколько по-разному То есть Монолит уже дал Понять Через публикации В СМИ Что они намерены Никого на объекты Не пускать Блокировать Всю работу Значит И у них якобы-то там Расписаны работы На ближайшие дни Месяцы Что вот им Материалы поставляют Ну они ничего Сейчас делать не будут На мой взгляд Они будут Переводить ситуацию В плоскость Арбитражного разбирательства В этом деле Ну определенные люди Имеющие отношение К монолиту Специалисты Заволокитить ситуацию В арбитраже Они мастера Но насколько я Могу знать Паралевский Кировская область Тоже не намерена Сидеть Сложа руки И Губернатор Своим обращением Следственный комитет Он уже дал понять Что Правительство области Будет переводить ситуацию Не в рамки Арбитражного разбирательства А в рамки Уголовного преследования Тех людей Тех организаций Которые Привели Действия которых Привели к срыву Национального проекта Образования То есть Смысл В том чтобы Вернуться к самому началу На каких основаниях Там это все Ну фактически да То есть Предоставлялось Одни будут доказывать Судья пытаться доказать Что я не я Корова не моя Значит и прочее Другие Собираются И уже подали Соответственность заявления В следственные органы Для того чтобы доказать Зашли люди Недобросовестные Обязательство контрактное Нарушили Более того Совершили Такие-такие-такие-такие-то Нарушения Мне кажется Логика железобетонная Более того Я знаю что Правительством Прорабатываются Все необходимые Сценарии В том числе и финансовые Для того чтобы Вопрос строительства Школ Закрыть И школы Завершить Собственно говоря Пусть И в перенесенные Сроки Но они появятся Но уже Разумеется Силами других людей Которые будут Более ответственно Относиться К контракту Ну чуть позже Подробнее да Об этом Это правда Насколько это Соответствует Действительности Что Расторжение контракта То есть Якобы Мы прощаем Монолиту Сколько там Больше миллиарда рублей Авансового платежа Эти деньги Остаются у застройщика Я не компетентен Про это говорить Не нашел подтверждение Я знаю что Контракты Расторгнуты И расторгнуты Они в четверг Вечер Но детали Сделок Я не знаю Очень сомневаюсь Там Что Вот Прямо Можно сразу По рукам ударить И какие-то суммы Оставить То есть Для того Чтобы аванс Остался Он должен быть Зачтен В счет Уже сделанных Работ То есть На мой взгляд Необходимо Сактировать Какие работы Сделаны Какие не сделаны Определить Посчитать Ну действительно Если вы Что-то Вложили Что-то Вывели Какие-то Конструкции Вот Собственно За это И получите Следующий Застройщик Придет Уже Будет От этих Конструкций Отталкиваться Не готов Прокомментировать Ту информацию Которую Вы сказали Иначе Чем я Сейчас Сказал Финансирование Финансирование Ведь у нас Федеральное Строительство Этих Школ Санкций Каких-то Не последует В связи с этой Ситуацией Можно О чем-то Объективно Говорить У федерального Министерства Есть четкое Понимание Почему Объекты Не сданы Вовремя Как так Произошло И соответственно Есть диалог В рамках которого Обсуждаются Все возможные Сценарии В том числе Возможный Вариант Регионального Софинансирования Достройки Этих Школ Пока О чем-либо Говорить Просто нельзя И рано То есть Идет диалог Еще раз Подтвержу Повторю Что федерация Четко понимает Что у нас Тут происходит И точно В курсе Всех решений Которые были На прошлой неделе Приняты Тоже для понимания Вот эти судебные Разбирательства Если они сейчас Возникнут И Одновременный Поиск Следующих Подрядчиков Застройщиков Это два процесса Которые параллельно Могут идти Или все-таки Нам нужно сначала Просудиться Что называется А потом уже Решать вопрос Я бы не хотел В эту тему углубляться Потому что Ну Очевидно Что нас слушают В том числе И те люди Которые 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 Имеют В отношении Компании Монолит Я бы не хотел Эту тему Обсуждать Глубже Для того Чтобы исключительно Оставить их В тумане Неведения Относительно Тех вещей Которые Сегодня обсуждается В правительстве Но В любом случае Будет Ставиться задача Как можно быстрее Ввести объекты В эксплуатацию Изыскать законные Возможности Для их завершения Первое Что надо сделать Это Оценить Содеянное Понять Что сделано Что не сделано И что С этим Можно дальше делать То есть От этого На мой взгляд И будет зависеть Дальнейший Ход событий Потому что Для того Чтобы определить Сколько будет стоить Достройка Надо понимать Что сделано Не по бумаге сделано А по факту сделано Где вы там Что пробили Где у вас там Озеро подземное Где еще что-то И прочее Можно ли там Строить После того Как там плиты Падали какие-то Ну помните В вашей ситуации В Долгушино Вот вначале Это будет оценено На это понадобится В зависимости От договора Способности Принимающей стороны Иное время Вот после этого Уже можно говорить О каких-то Дальнейших шагах На мой взгляд ЗАГС собрания Тут готовы Подключаться Не знаю В обследование Этих объектов Вот сейчас Может быть Уже планируются Туда выезды Это же будет Превышение полномочий Законодательного органа Это к сожалению Наша компетенция Мы Самое главное Что мы можем делать Это мы можем С правительством Обсуждать Механизмы Дофинансирования Софинансирования Достройки Ветяжков Это наша Главная полномочия Все остальное В рамках Контрольных мероприятий Контрольных функций За каждым Из депутатов По меньшей мере Фракции Единая Россия Закреплены Объекты Которые строятся По нацпроектам В Кировской области Соответственно Есть люди Которые Закреплены За этими Объектами От уровня Депутата Государственной Думы До уровня Депутата МОГУРа То есть Вполне возможно Обсуждая Бюджет Уже в конце Этого года На следующий Год Две тысячи Двадцать Четвертый Там будут Какие-то Вопросы Связанные С финансированием Продолжение Строительства Его завершения К сожалению Порадовать Прям сегодня К первому Сентября Жители Тех районов Которые Эти школы Ждут Мы не можем Но прошу Понимать В результате Чего Эта ситуация Сложилась То есть Новое Правительство Делает Все Возможное Для того Чтобы Все те Проблемы Которые Достались Наследство Они были Решены Я напомню Что мы Общаемся С Романом Титовым Председателем Комитета Областного Законодательного Собрания По экономике Бюджету И развитию Предпринимательства Хотелось бы Сейчас остаться В событиях Четверга Когда Губернатор Кировской области И председатель Правительства Александр Соколов Рассказывал Вернее Подводил итоги Работы Правительства Губернатора Такое мероприятие Традиционное Отчет главы Региона И председателя Правительства О проделанной Работе Что принципиально Нового Было услышано Именно в этом Отчете Естественно Соколов Коснулся Основных Сфер Жизни В области Промышленности Бюджета И строительства И ЖКХ И дороги И так далее Чем принципиально Отличался Именно этот отчет От предыдущих На самом деле Он отличался Принципиально Во-первых Тем что Перед нами Отчитывался Губернатор Он же Исполняющий Обязанности Председателя Правительства Напомню Что Долгое время Назад Должности Были разделены У нас была Такая Знаете Странная Ситуация Несколько лет Что перед нами Губернатор Отчитывался Игорь Владимирович Отчитывался За работу Правительства Но правительство Он не разглавлял А Александр Анатолий Чурин Видимо Не считал Возможно До прошлого года Отчитываться Перед депутатами И послал вместо себя Уважаемого руководителя В прошлом году Правда Чурин Выступил С каким-то отчетом С посланием По итогам Проделанной работы С 2017 года Была странная ситуация Здесь губернатор Выступал С отчетом О той работе Которую он сам Возглавлял И Кроме того Важно Если вы этот акцент Увидели Он дал понять Что он эту работу И дальше будет Возглавлять То есть В энное время Муссируется тема Кто тут Станет следующим Представителем Правительства Этот или этот Гонка Премьеров Стало понятно Что Соколов Намерен дальше Сохранить статус Кво Мы встречались С Александром Валентиновичем И дальше руководить Это похвально Что глава региона Не планирует Отходить от Оперативного И стратегического Управления Я же все В своих руках Во-вторых Как правило Послания Которые были до этого Точнее отчеты Не послания Отчеты Дельниц правительства Они были абсолютно Без критики Ну то есть Крепнет Крепнет Благосостояние Россиян Колосятся Колосья Доятся коровы И тому подобное Крашие и веселые Крашие да Жить стало лучше Жить стало веселее Здесь помимо Ну вот этих вот Хороших цифр Удивительно хороших цифр Потому что Прошлый год Ну мы еще наверное Про это проговорим Был тяжелым годом На мой взгляд Одним из Экономически тяжелейших годов За новейшую историю Кировской области Но регион показал Очень хорошие Финансовые результаты Так вот Помимо Каких-то цифр Достижений Была критика Причем критика Не только к тем Кто ушел Ошибкой считать Что Вот Соколов Все поделил Вот на До меня все было Плохо После меня все Стало хорошо Нет В самом начале Он четко сказал Что мы будем говорить О достижениях И о провалах Которые были В том числе Вызваны работой Предыдущего правительства И о достижениях тоже Если мы говорим О достижениях В сфере Например Здравоохранения Которое есть То говорим И о тех проблемах Которые у нас Сегодня сохраняются Это проблема Доступности Первичного звена Несмотря на то Что туда Максимальное средство Сегодня направлено С 2021 года Но там проблем Много еще И вот Самокритика В докладе Присутствовала И эта самокритика Была удивительна Потому что Такого раньше не было Это второе Третье Отчет Обычно был отчетом А здесь Были в том числе Намечены Какие-то контуры Дальнейшего развития Региона То есть Такие как бы Элементы Связаны Знаете Как вот Прогнозные вещи Которые будут делаться Например Вот если Обратили внимание Был очень-очень-очень Большой блок по кадрам По дефициту Рабочих специальностей Было прямо отмечено Что правительство Сегодня делает И будет делать дальше Для решения Проблемы обеспечения Рабочих кадров Там ситуация Копилась годами Ее там за день не решить Но вот Мы сделаем Это, 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 это А вот это, это Это уже сделано То есть Вот мы от отчета Перешли к такому Прогнозированию будущего Вот Ну и в целом Что меня удивило Наверное больше всего Как человека Который выслушивает Уже наверное Седьмой отчет Правительство Будучи депутатом ЗакСобрания На протяжении Последних семи лет Да? Минимум Да Что меня больше всего Удивило Это Очень высокое Скажем так депутаты не ругались пытался сформулировать это как-то вот на же обычно знаете отчет правительства сразу а то 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 шквал критики критики идет волна там нам все сметает и и в этот раз даже самые яркие критики у одного критика лайки считали например все еще мама из клуба лайков ответил ну вот сергей павлович на первую очередь и пришел но мы там как сидели и с коллегами прямо Переглядывались, когда уважаемый коллега вдруг начинал правительство хвалить. Ведь не было такой жесткой критики. Были вполне себе вопросы нормальные. И это говорит о том, что губернатору по меньшей мере с основными стейкхолдерами, теми, кто держит политические позиции в ЗАГС собрания, удалось найти какой-то в разной степени открытый режим диалога. Вот так. То есть вот что у меня вызвало удивление. По вопросу по тому же бюджету, что нам удалось избавиться от коммерческих кредитов, это благо, безусловно. Это же мы видели в рамках исполнения текущего бюджета. Конечно, благо. Более того, если вы поднимете отчет прежнего писателя правительства Чурина, который он летом прошлого года перед нами, зачитал, нам загасить кредиты коммерческие обещали к 2025 году. А загасили мы их уже в 2022 году. То есть чем это важно для региона? Тем, что существенно снижен объем средств, которые мы тратим на обслуживание этих кредитов. То есть, грубо говоря, ты у государства берешь кредит по 4%. По сниженной ставке, да. А коммерческой? Она не просто снижена, она вообще отрицательная. То есть получается как? То есть ты берешь, ты тратишь деньги с учетом инфляции, например, в 10% сегодня, а платишь по ставке 4%. То есть, значит, ты по ставке компенсируешь меньше, чем твои деньги теряют стоимость. То есть это очень выгодно. То есть, соответственно, на сегодняшний момент у нас все коммерческие кредиты, в том числе, во-первых, все в области, во-вторых, были выданы огромные средства, более миллиарда рублей на замену бюджетных кредитов в муниципальных образованиях, коммерческих бюджетных, да. Муниципалитетам начали помогать. Муниципалитетам начали помогать. То есть в итоге сегодня мы тратим на обслуживание внешних заимствований... 10 секунд у нас до рекламы. В два раза меньше, чем в прошлом году. Вот, отлично. В 21-м. Роман Титов, да, продолжим наше общение через полторы минуты. Это будет рекламная пауза, небольшая. Особое мнение на 101FM. 12 часов 31 минуты. Есть у нас еще немножко времени на общение с Романом Тептовым, представителем Комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства областного законодательного собрания. Ну вот, меня, в частности, еще в отчете губернатора, исполняющего обязанности представителя правительства Кировской области, дорожная тема, да, еще так вот зацепила. Ярко там очень Александр Валентинович, конечно, высказался, что раньше делили дороги на наши и не наши, на наши и чужие. Наконец-то добился понимания, что все дороги наши теперь, сказал Александр Соколов. То есть это вселяется надежда на то, что и далее местные муниципальные дороги тоже будут поддерживаться рублем. Ну, более того, мы знаем о программе дорожного миллиарда, когда небывалые средства выделены на ремонт именно местных дорог. Потому что ситуация же была выпьющая совершенно. Вот возьму свой округ, Слободской район, там 500 с лишним километров муниципальных дорог, а денег на них выделяли, простите, с гульки нос. Еще пальчиком водили и говорили, вот вы сейчас эти денежки возьмите и потратите, здесь вот крестный ход пойдет, значит, вот, соответственно, вам вот эту дорожку надо проложить. А все остальные делали, вот, ну, заплатка на заплатке, ладно, там, отдадим должность Слободским чиновникам. Они как-то умудрялись, ну, более-менее все поддерживать, на мизерные деньги, нормальное состояние. Но и так быть не могло дальше. Я помню, говорил с прежним теперь уже главой Орловского района Кировской области, вот он мне говорил, слушай, у меня сейчас глава городского поселения, он уйдет, потому что у него предписаний на ремонт дорог от прокуратуры уже просуженных там на сумму, которая у него бюджет превышает. И каждый месяц он платит штрафы за неисполнение судебных решений. Вот человеку сложно объяснить, зачем он должен, платя из своего кармана, как бы вообще на этой должности находиться. То есть сегодня мы понимаем, что небывалые деньги выделены на ремонт дорог муниципальных образований, что это будет продолжаться, и более того, будет там некая сшивка федеральных дорог, дорог областных и, собственно, дорог муниципальных. Потому что у нас же как было, ты съезжаешь там с региональной дороги на муниципальную, все там, попало колесо в дыру там. Я прекрасно понимаю, я знаю эти ситуации, когда ты просчитываешь, что тебе нужно добраться там до определенной точки в области, ну там, предположим, там Уржумский район, да, куда я езжу регулярно. То есть я выбираю еще и согласую это с погодой, потому что если пойдет дождь, то съезжая с трассы, я там не проеду просто. У меня была в жизни ситуация, когда я с ребенком и с беременной женой просто не смог без помощи трактора, дай бог, агрофирме, в которую удалось позвонить и притащить трактор. Которая оказалась поблизости к счастью. Я не мог на самом Пежо выехать просто потому, что у меня 20 сантиметров грязи на колеса набалтывалось, а мы всего лишь в дождик оказались, в лесочке за грибами поехали. И дорога пришла в жуткое состояние. И такое везде. Вот сегодня эти дороги будут приводиться в нормальное состояние. Должна быть хорошая федеральная трасса. И помните, что у нас было по дороге в Слободской по федеральной, когда губернатор остановился и просто звонил руководству в ГУП «Автодор» при Каме, требуя начать ремонт дороги на Слободской. И она сегодня... Договорился. Договорился. То есть я уже на майских я нормально совершенно ездил в Слободской. По местным дорогам, точнее по областным все понятно. И теперь там будут ремонтироваться дороги сельские. Об этом просили давно. И слава богу, это произошло. Поэтому верим и в рамках бюджета будем контролировать, чтобы эти средства и далее выделялись. То есть программа «Дорожный миллиард». Хочется, чтобы она была продолжена. Что еще важно, вот эти вот небольшие дорожные контракты в рамках «Дорожного миллиарда», они помогут развиться независимым компаниям, которые будут эти дороги ремонтировать. Мы проведем демонополизацию рынка регионального, которая, к сожалению, привела к тому, что на дороги-то заходить уже некому стало. У нас был там «Автодор» и близкие к проекту компании, которые известные брали контракт. В «Слободском» сейчас у нас питерская компания, да? Пусть будет больше компаний, которые будут делать дороги, нести гарантийные обязательства. Пусть рынок наш будет интересен и конкурентен. Это хорошо. Хуже, когда мы не можем найти тех, кто строить будет. Что дороги, что школы. Как вот мы начинали нашу передачу. Ну, может быть, не «Дорожный миллиард», может быть, два «Дорожных миллиарда». Хотелось бы, чтобы побольше. Потому что люди-то с мест, ведь они уже сигнализируют о том, что да, хорошо, что программа реализуется, но хотелось бы, чтобы побольше. Ну, когда не дело с десятилетиями, то, конечно, миллиарды не хватает. Там зачастую, где там сейчас ремонтируют километр, полтора километра, а протяженность дороги, она намного больше. Ну, вот вызывает определенные претензии, конечно, у людей. Хотелось бы, чтобы активнее эта программа шла. Согласен. Да. Ну и три минуты у нас буквально четыре остается. Я хотел бы спросить еще про ситуацию с дорогами непосредственно в областном центре. У нас тут городадминистрация после разгромного отчета КСП о деятельности Гордермастроя приняла решение не единый лот на содержание уличной дорожной сети, как это принято говорить, выставлять, а разбить это на пять отдельных лотов, пять отдельных территорий в Кирове. Была уже у нас такая система ранее. И мы к ней возвращаемся. Слушайте, вот что было, очень коротко скажу. Как мы работали последние годы. ГДМС выигрывал контракт, затем субконтрактовал подрядчиков. Там порядка пяти-семи подрядчиков в холодное время года года. И на этих субконтрактах он терял налоги. Просто терял налоги, потому что он получал как бы одну сумму, платил налоги с этих денег. Собственно говоря, дальше отчислял подрядчикам. Подрядчики на упрощенке работают, они еще 6% платили. В итоге до дорог доходило денег меньше. Сейчас будут нормальные, понятные лоты, разбитые по городу, на которые будут заходить фирмы, с которыми будут заключаться прямые договоры. И никаких финансовых потерь при этом не будет. Будут работать, собственно говоря, почти те же, наверное, кто и раньше работал, но работали внизу где-то там, вот внизу пиши пищевой цепочкой. То есть на них все наварились вплоть до ГДМСа. Они там внизу за оставшиеся деньги как-то что-то обслуживают. Тут больше денег дойдет до уличной дорожной сети. Но с другой стороны, что мешает ГДМСу взять несколько лотов? Я не знаю, там есть ли какие-то ограничения будут в документации? Да я думаю, смертников среди них не найдется, чтобы это вот все брать. ГДМС-то ведь тоже выгоды великой в этих лотах сегодня нет. Это была логика, когда было иное правительство, была иная конфигурация власти и экономики в регионе. Сегодня зачем это ГДМС? Никакой экономической сути в этом нет. Берите свой кусочек и делайте аккуратно. А ведь помните ситуацию, когда ГДМС обязали взять все эти лоты, они были нужны технику непонятно где там закупать, арендовать. Не справлялись, все их критиковали. Сегодня зайдут люди, которые будут четко оговорены контрактами и требования, условия по обеспечению собственной техникой и рабочей силой. Все понятно. А с точки зрения обычных рядовых жителей, кировчан, мы-то увидим так в обыденной жизни перемены к лучшему. Мы как-то ведь говорили об этом, да. Неважно там сколько лотов, кто там чем занимается, лишь бы действительно работали качественно и эффективно. Я скажу так, до дорог денег дойдет больше. А остальное это задачи чиновников, муниципальных, и депутатов муниципальных требовать исполнения контрактов. Потому что когда у нас, извините, конец зима, уже там сугробы тает, и вдруг у нас начинает снег вывозить, сильно уменьшившись в объемах, но это вообще не дело. Снег должен вывозиться в течение зимнего сезона, не складироваться, как вот было прошлой зимой, там позапрошлой зимой, точнее, вот кучами огромными по городу. Слава богу, что перешли обратно в старую систему, которая доказала уже годами свою эффективность. Опять же, у нас будут подрядчики, которые будут получать деньги. Если один, извините, конец небытие, остальные его подстрахуют, они все мышцы накачают на муниципальных контрактах, а не на субподрядах. Завершается время нашего разговора. Я благодарю гостя нашей студии, Роман Титов, председатель Комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства областного законодательного собрания. Хорошего дня всем. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.